Занавес поднят. В Чувашском драматическом театре подвели итоги 18-го конкурса театрального искусства «Узорчатый занавес». Кто стал победителем, узнаем далее. Десятки выходов на сцену, сотни зрителей и тысячи аплодисментов. У каждого знаменантов достойные шансы на победу. Неделю конкурсная комиссия отсматривала представленные постановки. В этом году в состав жюри впервые пригласили театральных критиков из других регионов – Ульяновска, Уфы и Москвы. Лучше всех на самом деле показала себя опера, оперный театр, где все компоненты спектакля были на высоте. Очень приличный состав танцоров, очень приличный балетмейстер, замечательный художник. Очень неплохо показал себя ТЮЗ. Русский театр очень приятные впечатления оставили артисты, именно актеры. Как мне кажется, очень сильная труппа. Ну а с остальными я уже знакома и с удовольствием всегда смотрю все спектакли знакомых коллективов Чувашских. Девять постановок и семь номинаций. Лучшая эпизодическая роль, лучшее музыкальное оформление спектакля, лучшая сценография. Лучшая женская роль досталась Эмилии Назаровой, которая сыгралась и петь в спектакле «Во мне души пихомбара». Лучшей мужской ролью признана роль мага из «Отеля двух миров» в исполнении Бориса Кукина. Лучший спектакль года – Данил Салимбаев. Лучшим спектаклем признан балет «Спящая красавица» в постановке Данила Салимбаева. Новое прочтение классики. Его премьера в прошлом году открыла международный балетный фестиваль. Я первый раз номинируюсь на эту премию, и соперники у меня были очень достойны. Это работа не только одного человека, это работа большого коллектива. Это работа и бутафоров, и тех, кто пишет декорации, и художника, и всех творческих мастерских. Конечно, музыкальный, очень серьезный материал, Чайковский все-таки. Это работа и оркестра, и дирижеров. Конечно, работа балета. В итоге награды распределились так. Русский драматический театр и театр кукол получили по две номинации. Театр юного зрителя, Чувашский драмтеатр и театр оперы и балета – по одной. Татьяна Леонтьева, Мальвина Петрова, Андрей Спиридонов, Республика.